Добрый вечер, дорогие друзья, дамы и господа, подписчики и гости канала. Сегодня понедельник, 11 октября 2021 года. Я вас приветствую из Брюсселя и мы продолжаем говорить о политике. Сегодня я хотела бы прокомментировать грандиозный политический скандал, который разразился в России, который ударяет по президентству Владимира Путина, поскольку он демонстрирует степень пренебрежения власть, придержащих законами. Но не только, он также ударяет и по президенту лично, потому что в общественном мнении, в общественном представлении человек, который оказался в центре этого скандала, пользуется особым покровительством президента и, можно сказать, даже принадлежит его близкому кругу. Итак, для тех, кто не имел возможности просмотреть новости, я вкратце перескажу, что произошло, а затем перейду к комментарию. Вчера, в воскресенье, 10 октября, поздно вечером, некий автомобиль, который очень спешил за аэропорт, вышел на встречную голосу. В результате дорожно-транспортного происшествия погибла молодая женщина, у нее остался ребенок, 6 лет, девочка-сиротан. Судя по заявлениям ее подруг, она растила ребенка одна, с мужем она развелась из-за этого пристрастия к алкоголю. Друзей погибших очень волнуют судьба этого ребенка, она также волнует и людей в социальных сетях. Также пострадали два других человека. О степени тяжести можете судить, потому что вначале объявили о том, что погибли два человека. К счастью, врачам удалось спасти жизнь одной из пострадавших. И вот настоящий момент из-за спешки кандидата в президенты Российской Федерации, которая все-таки успела на этот рейс, она пересела в такси и успела вовремя на самолет. В результате погиб человек, ребенок остался сиротой, и сейчас в больнице находятся два человека. Я хотела бы остановиться исключительно на политической составляющей этой истории, поскольку, как вы догадываетесь, статус кандидата в президенты России не требует никаких дополнительных характеристик, поскольку это самый высокий статус. Очень многие политики участвуют в президентской гонке именно для того, чтобы его получить. Это не значит, что они рассчитывают на победу, они участвуют именно для того, чтобы обрести этот статус, который в дальнейшем поможет им с большим успехом заниматься политической деятельностью. Ну и по-разному его капитализировать. Тут могут быть различные варианты и благотворительные проекты, и самая прямая капитализация, то есть дивиденды. Как бы то ни было, я не думаю, что имеет смысл добавлять к этому статусу Ксении Собчак, какие-либо другие. Хотя, конечно, следует упомянуть, что она является дочерью сенатора, которая является членом Совета Федерации, то есть она является законодателем. И также ее отец являлся одним из авторов современной российской конституции. Я бы сказала, одним из основных авторов Конституции. Как бы то ни было, то, что сейчас возмущает людей, это возможность уйти от наказания, это возможность быть над законом, пользуясь своим общественным статусом. То есть если по логике человек, который заявляет о себе как о кандидате в президенты, от этого человека мы можем ожидать того, что он хочет брать на себя ответственность за судьбы общества, за судьбы народа, в данной ситуации мы видим, что этот статус, так же как и другие, скажем так, близости, другая близость власти, является возможностью нарушать законы, нарушать правила и так же выходить сухой из воды. Потому что, безусловно, мы видим, что Ксения Собчак вышла сухой из воды, поскольку не было никаких следственных мероприятий. То есть если мы обратимся к криминологам, то они нам объясняют, что это типичная ситуация hit and run, ударить и убежать. Это считается очень подозрительным поведением. То, что человек, который оказался на месте происшествия, машина которого оказалась виновницей, то есть она была пассажиром этой машины, оказалась виновницей этого тяжелейшего дорожно-транспортного происшествия, она не проявила никакого сочувствия, она не проявила никакого желания остаться там, чтобы помочь пострадавшим. Я могу привести пример достойного поведения. Когда бельгийская королева Матильда совершала визит в одну из стран третьего мира, она занимается благотворительными проектами, она заметила транспортное происшествие, она дала указание своему кортежу остановиться, и она занималась этими людьми, и пока все не разрешилось, пока их не отправили в больницу, пока все это длилось, она оставалась на месте, но не только она уехала с этого места происшествия в последний, потому что она привыкла быть человеком, который берет на себя ответственность за других людей. То есть такой ситуации, безусловно, как от политика, как от кандидатов президента России, вот Сапчак ожидалось то, что она останется на месте, что она не перепрыгнет в такси и не помчится в аэропорт. Но это было только начало, это было только начало, потому что, опять-таки, криминология объясняет нам то, что нет априори, это объясняют юристы, нет априори вины того, кто сидит за рулем. То есть пока не состоится суда, пока суд не признает вину человека, он остается невиновным, он может менять свои показания, потому что существует шанс того, что человек дает показания под давлением, он может давать показания в состоянии шока, поэтому пока нет суда, пока нет решения суда, я хочу подчеркнуть, что шофер остается невиновным. И, как объясняют эксперты, в этой ситуации должны быть проведены следственные мероприятия, то есть пассажиры являются свидетелями, и они должны быть в обязательном порядке допрошены, поскольку это транспортное происшествие повлекло за собой смерть человека, и также два человека находятся в тяжелом состоянии в больнице, то есть это очень тяжелые последствия того, что произошло. Поэтому у пассажиров автомобиля, виновника этого происшествия, было два пути, и оба из них вели в полицию на допрос. Первый – это путь через больницу, то есть если они также были жертвами в определенной степени этой ситуации, они могли воспользоваться услугами врачей, но потом они должны были быть допрошены, и должны были состояться очные ставки, потому что нет ничего более обыденного, чем оказание давления на шофера. В таком случае вина распределяется между всеми участниками того, что произошло, и уже суд определяет степень вины каждого из них. Это первое. И второе – это может быть просто обещание вознаграждения за нарушение. То есть это очень две самые, наверное, часто встречающиеся причины подобного рода несчастных случаев, когда пассажиры вынуждают и оказывают давление на шофера, и он совершает то, что он совершает, то есть он совершает противоправные действия под давлением, будь то давление материальное или будь то давление моральное, то есть на него начинают давить люди, говоря о том, что они опасны. Но в данной ситуации то, что нас интересует, почему это политический скандал, потому что Ксения Собчак использует свой статус кандидату к институту России, она использует свою близость к власти для того, чтобы оказаться над законом. То есть мы понимаем, что она уезжает с места происшествия, даже не дав самых элементарных показаний полиции. Ее никто не отвозит в полицейский участок, ее никто не отвозит в больницу. То есть как будто бы ничего не произошло, она летит в Москву, и далее происходит нечто еще более интересное. То есть мы видим, как она использует свой политический статус и свою близость к власти для того, чтобы начать манипулировать следствием. То есть ее сотрудник рассказывает BBC, они публикуют это на своем сайте, то, что в Москву спешит муж погибшей, бывший муж погибшей, на переговоры с Собчак. И также тот же сотрудник говорит о том, что Собчак обещал помочь шоферу, который уже взял на себя вину без следствия. Без следствия. То есть он взял на себя вину, и ему помогут адвокатам. То есть это некая манипуляция следствием, которая осуществляется кандидатом в президенты России, которая осуществляется человеком, которого многие считают крестницей президента. И, конечно, это совершенно чудовищный эпилог 20-летнего правления Владимира Путина. Если мы считаем с 99-го года, то срок правления будет еще больше, потому что, конечно, все понимают, что будучи премьер-министром, он также оставался у власти. То есть он никогда от нее далеко не отходил, от кормила власти. И это чудовищный эпилог его управления, потому что мы видим то, что Россия не то, что вернулась в коммунистические времена, Россия провалилась в допетровскую эпоху, когда нет вообще идеи правосудия, есть идеи сословного общества, где фактически люди разделены на касты, на сословие, и жизнь людей из так называемого низшего сословия, она просто не стоит ни гроша. То есть это, конечно, чудовищный эпилог, я повторю, это чудовищный эпилог правления Путина, поскольку он как юрист, как выпускник Ленинградского университета обещал строить государство, главенство права. И мы видим, что два десятилетия – это главенство бездокония, то есть это просто произвол. И более того, я повторюсь, это провал в допетровскую эпоху, когда все покупается и продается, когда общество делится на сословия, когда идея правосудия практически не существует, потому что то, что пытается сделать Собчак сейчас в переводе на русский язык, значит, она пытается откупиться от пострадавших, потому что в переводе на русский язык это называется именно так. И в государстве права такое является невозможным. То есть попытки манипулировать следствием, попытки манипуляться являются преступлением как таковым и отягощающим обстоятельством. Это то, что я вам хотела сказать, поэтому, безусловно, это политический скандал, потому что это эпилог, это трагический эпилог. И я буду ждать ваших мнений, ваших впечатлений о том, что вы думаете по этому поводу, о провале России в допетровскую эпоху, о этих средневековых нравах, когда женщина родом из такой высокопоставленной семьи не может позволить себе фактически убивать, то, что произошло, потому что ее даже никто не допросил, ее даже никто не отвез на полицейской машине в полицейский участок, и там не было ни допросов, ни очных ставок. Вину сразу возложили на маленького человека, на водителя. Сразу опубликовали его имя в газетах. Я не знаю, я надеюсь, что вы объясните мне, как такое возможно с точки зрения закона, потому что это уже оказание давления на правосудие, потому что уже складывается общественное мнение, но более всего, кстати, меня поразил телеканал «Дождь». Я вообще не знаю, почему их называют средствами массовой информации. Они стали откровенно лоббировать, я считаю, им надо просто переквалифицироваться в лоббистов. Они стали лоббировать интересы Ксении Собчак, они стали говорить о том, что она жертва, то есть они пытаются также оказать влияние на процесс правосудия. Дорогие друзья, это то, что я хотела сказать. Уже заканчивается 14-ая минута. Я жду ваши комментарии. Я благодарю всех, кто принимает участие в обсуждении, кто ставит лайки, кто их дублирует нехитрыми предложениями. Мне было интересно, ставлю лайк. И, конечно, те, кто поддерживает мой канал. Я желаю всем прекрасного времени суток и жду ваших реакций.